Медики, студенты, общественники, ветераны и бизнесмены на церемонию собрались не меньше сотни гостей. Для многих открытие памятника – это своеобразный семейный праздник. Как, например, для Зинаиды Косовой. Она врач с сорокалетним стажем. Говорит, примером для нее всегда был дядя, погибший на фронтах Великой Отечественной. Он был военный фельдшер, воевал с белофинами, имел 16 осколочных ранений. И в первые дни Великой Отечественной войны пошел добровольцем в военкомат и был направлен воевать на Карельский фронт. По данным историков, средняя продолжительность жизни санинструкторов на передовой в 41-м составляла всего 40 секунд. На фронтах погибли больше 85 тысяч медиков. При этом они вернули в строй 17 миллионов раненых. Сегодня здесь часто говорили – этот памятник нужно было открыть давно. Идея монумента принадлежит региональному отделению Ассоциации медиков. Все работы курировал главный врач Республиканского госпиталя ветеранов Борис Захаров. Именно он в феврале этого года организовал сбор средств. Откликнулись и рядовые жители, и крупные организации. Икона в камне – дух нашего народа. Народа в целом медицинской сестры и солдата по существу. Это как бы совместный дух их защитники Родины России и медицинские работы. То есть видите, как бы одно и второе в целом. Медицинская сестра, которая вытаскивает с поля боя раненого солдата. Автор призналась, подготовила несколько эскизов прежде, чем родился финальный. Ее герои вымышленные. Но вот девушка-санинструктор уж очень похожа на типичную коми-женщину. Высокий лоб, широкие скулы, волевой подбородок. Так, мол, было задумано. Чтобы понравился, наверное, это в первую очередь у меня стояла задача, чтобы он привлекал внимание, чтобы он нравился людям. Ну и чтобы люди его полюбили, потому что для скульптора и для художника это очень важно. Сегодня к первому памятнику военным медикам возложили первые цветы. Ну а следить за чистотой сквера, быть подшефными, так сказать, поручено студентам медколледжа, на территории которого все это и происходило. Роман Истомин, Светлана Некрасова, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.